Возьмем медную трубку и сильный неодимовый магнит. Магнит не притягивается к трубке, но поставим трубку вертикально и бросим в нее магнит. Он падает неожиданно долго и медленно, пролетая 30 см, раз, два, три, за три секунды. Может быть он тормозится трением о стенку трубы? Но посмотрим на падение магнита сверху. Он падает вниз, не касаясь стенок. Так что же его тогда тормозит? Рассмотрим магнит, пролетающий через круговой контур. Когда магнит приближается к кольцу, поток магнитного поля через кольцо увеличивается, и в этом контуре наводится вихревая электродвижущая сила, пропорциональная скорости магнита. Когда магнит удаляется от кольца, поток магнитного поля через кольцо уменьшается, и вихревая электродвижущая сила меняет знак. Чтобы зарегистрировать эту ЭДС, мы надели на трубку три катушки из тонкого медного провода по 100 витков в каждой и соединили их последовательно. Измерим напряжение на концах этой обмотки. Бросаем магнит и видим три загогулины, возникающие, когда магнит пролетает через очередную катушку. Поток сначала нарастает и ЭДС отрицательно, а потом он убывает и ЭДС положительно. Эти загогулины отстоят друг от друга на равные интервалы времени, так что магнит падает внутри трубы с постоянной скоростью. Движущийся магнит создает впереди и позади себя вихревые ЭДС. А эти ЭДС создают в проводящей стенке трубки вихревые токи, которые движутся вместе с магнитом. Их называют токами Фуко по имени их открывателя, французского физика Леона Фуко. Токи создают магнитные поля, так что мы можем заменить их воображаемыми магнитами. Передний по движению ток отталкивает от себя движущийся магнит, а задний ток притягивает этот магнит к себе. Так что со стороны обоих токов на магнит действует сила торможения, пропорциональная его скорости. А когда магнит падает в трубе, он разгоняется до такой скорости, при которой сила торможения равна силе тяжести. А теперь возьмем медную трубку с продольным разрезом. Если бросить в нее магнит, кольцевых токов не будет, и можно предположить, что магнит не будет тормозиться. Ничего подобного. Он тоже падает медленно. Правда, с некоторым перекосом. Может быть, это магнит все перемыкает? А давайте завернем его в изоленту и повторим опыт. Магнит все равно тормозится. Как же это можно объяснить? А объяснение здесь очень простое. Пока трубка была целая, вихревые токи замыкались вокруг нее. А когда на трубке появился продольный разрез, эти токи стали замыкаться вдоль разреза. Так что тормозящая сила будет действовать на магнит и в этом случае. Возможности магнитного торможения продемонстрируем на еще одном опыте. На оси датчика вращения мы закрепили маятник, на конце которого подвешены два сильных неодимовых магнита. Отведем маятник и отпустим его. Он качается почти без затухания. А теперь закрепим на основании две алюминиевые пластинки, так чтобы маятник проходил между ними без соприкосновения. Опять отведем и отпустим маятник. Его колебания быстро затухают из-за вихревых токов, наведенных магнитами в пластинках. По этому же принципу работают электромагнитные тормоза высокоскоростных поездов. Субтитры создавал DimaTorzok